В своей жизни ведьмак Геральт из Ривии совершил немыслимое количество подвигов. Он одолевал вампиров, призраков, оборотней, драконов. Даже склероз смог одолеть, а это вам не хухры-мухры. И когда я задумался над тем, как бы можно было пересказать всю историю Белого Волка коротко, то пришел к единственному выводу. Правильно это будет сделать только через подвиги, путешествуя от одного великого свершения к другому. Но вычищая эти Авгиевы конюшни достижений, идя только по самым значимым из побед Геральта. По тем событиям, что войдут в историю Неверленда как невероятные подвиги. В прошлом видео мы только начали раскрывать эту тему, поведали всю книжную историю Ведьмака в его самых значимых подвигах. Вышло всего 8. Сегодня же мы переходим к игровой вселенной и представляем вам еще 12 ключевых побед в жизни Белого Волка. Итого вся история Ведьмака будет описана за 20 достижений. 20 подвигов Геральта из Ривии. Но, конечно же, это не все. Впрочем, если бы меня попросили поведать, кто же такой Геральт из Ривии максимально коротко, я бы сделал это именно так. Через его свершение. Так что давайте, пожалуй, приступать. Ну а перед началом, как всегда, благодарим наших патронов под предводительством Крэг Нью, Мистер Зура, Стейнлес Стилснейк и Эва Виэс. Спасибо, ребят. Именно ваша поддержка помогает нашему каналу делать регулярный контент по вселенной Ведьмака. Что ж, подвиги ждут. Доставайте бутылочку Риданского Светлого, ведь мы начинаем. Победа над Дагоном Новая жизнь Ведьмака изобиловала подвигами. Уничтожение гулей, даже говорящих, победа над Химерой и монстром по имени Зверь. Все это требовало храбрости и сноровки. Но один случай стоит выше всего этого. Геральт из Ривии смог одолеть настоящее божество. Убить чудовище, которому испокон веков поклонялись люди. Жертвой Белого Волка стал сам царь подводного мира, великий и ужасный Дагон. Однажды Геральта занесло в Темноводье, старинную деревню близ Визимы. И там Ведьмак столкнулся с угрозой Дагона. Не умер тот, кто почиет веками, и смерть сама умрет, покуда он лежит с закрытыми глазами. Так говорили о нем. И хоть в преданиях было сказано, что однажды Дагон выйдет на сушу и поработит весь мир, многие люди все равно ему поклонялись. Они молились ему, признавали и почитали его великие силы, приносили ему кровавые дары. Чудище держало в страхе всю округу. Мало того, что оно управляло целой армией подводных жителей, так еще и нашептывало своим сектантам ужасное пророчество. Сводило людей с ума. Тем не менее, перед всего одним Ведьмаком, Геральтом из Ривии, Дагон оказался бессилен. После того, как Белый Волк собрал достаточно сведений и смог вызвать Древнего Бога на битву, Дагон пал от Ведьмачьего Меча. И если это не подвиг, то какое еще деяние можно так назвать? Победа над Саламандрами. Убийство Азара Яведа. Впрочем, главными противниками Ведьмака после его чудесного воскрешения оказались не древние божества. Орден бандитов, что называли себя Саламандрами, под предводительством могущественного чародея Азара Яведа, перешел Ведьмаку дорогу сразу же по прибытии Белого Волка в Каэр Морхен. Геральт не помнил всей своей прошлой жизни, которую мы описывали в предыдущем видео, а потому с головой окунулся в противостояние с Саламандрами. Все началось с нападения на древнюю ведьмачью крепость. Бандиты, которым нужны были ведьмачьи мутагены, с боями прорвались в Каэр Морхен. Под предводительством Азара Яведа и Профессора они разбили оборону ведьмаков и даже убили молодого истребителя-чудовищ по имени Лео. И, конечно же, ведьмак Геральт должен был отомстить за смерть товарища. Переходить дорогу Белому Волку не хотели бы даже высшие сущности, чего уж говорить о каких-то там бандитах и шарлатанах. При всем уважении к их магическому мастерству, силенок им не хватило. Геральт нашел и Азара Яведа, и Профессора, воздал им по заслугам и практически самостоятельно положил конец существованию Ордена Саламандр. Победа над Яковом из Альдерсберга Но не Азаром единым, как говорится. Ведь за действиями этого не слишком адекватного чародея стоял некто более могущественный и настолько же безумный. Великий магистр Ордена Пылающей Розы Яков из Альдерсберга, что возомнил себя любимого спасителем всея мира от катастрофы Белого Хлада. Это он нанял Саламандр для нападения на Каэр Морхен. Он хотел использовать их, чтобы захватить власть в столице Темерии, городе Визима. Яков был могущественным истоком, в своих деяниях он узрел, как мир погибает. И он зажегся идеей спасти человечество. Волшебник хотел увезти людей на юг, но для этого ему нужна была власть. И чтобы добиться выполнения миссии, в необходимости которой он сам себя убедил, Яков использовал абсолютно все рычаги влияния, до которых мог дотянуться. Политики, короли, купцы, чародеи. Все страдали по приказам Якова и ради его затеи. И только Белый Волк, Геральт из Ривии, смог положить конец переполненной предназначением жизни Якова. Жизнь, которая могла привести к власти в целом королевстве, самого деспотичного тирана в истории. Победа над драконом Четвертым в этом списке стоит победа Ведьмака на турнире Пагвинту. Шутка. Или... или нет? Кстати, пишите в комментариях, достойна ли такая победа место в этом списке. На самом деле, новая жизнь Ведьмака Геральта изобиловала приключениями и помимо Гвинта. Хотя бы потому, что память Белого Волка была чистой от всяких предназначений и прошлых приключений. Геральт завел прочные отношения с Трис Мэри Гольд и стал приближенным соратником короля Фольта Статимерского. Жизнь, так сказать, налаживалась. Но дело в том, что возле королей нельзя просто так спокойно жить. Всегда что-то происходит. Например, штурм города, к которому прилетел настоящий дракон. Так вот, Геральт был вынужден совершить еще один свой подвиг. Самостоятельно отогнать дракона, который явно был настроен не слишком дружелюбно. Быстро передвигаясь и убегая от огнедышащей твари, в конце концов, Белый Волк смог найти момент, чтобы вонзить свой меч в небо дракона. Чудовище улетело рыча от боли, а Ведьмак записал в свой перечень великих деяний еще одно. Интересно, что спустя какое-то время Белый Волк опять получил возможность сразиться с тем же драконом. И в очередной битве снова одолел могущественного монстра. Получается аж двухкратная победа над зверюгой. Незаурядное такое достижение. Победа над Кейроном Но кроме драконов, на пути Ведьмака попадались и совсем необычные твари. Настоящие реликты, коих в мире-то остались единицы. Максимально незаурядные и очень древние. К примеру, вспомним о монстре колоссальных размеров, который люди прозвали Кейроном. Огромный осьминог, похожий на кракена из древних мифов и легенд, со щупальцами толщиной в вековой дуб. У этого чудовища несколько рядов зубов и огромная пасть. И это еще и к тому, что монстр выделял очень опасный яд и обладал невероятно толстой кожей. На первый взгляд, у этого чудища вообще не было слабых мест. Но Геральт из Ривии не был бы Геральтом, если бы отступал при виде даже такой колоссальной опасности. Особенно, когда о помощи его просит симпатичная чародейка. Естественно, с того момента у Кейрона уже не было шансов. Поотрубав монстру все его громадные щупальца, Белый Волк убил многовековой реликт своим мечом. Победа над Драугом Казалось бы, чем можно удивить Ведьмака после Дракона и Кракена? Но судьба подготовила Белому Волку еще очень много интересных встреч. Например, Геральту пришлось снять кровавое проклятие с целого поля боя, где умирали тысячи солдат. После чего он был вынужден сойтись в битве с огромным и могущественным призраком. С настоящим Драугом, тело которого состояло из того, что было вокруг. Копий, досок и щитов. И это самое призрачное тело, что отдаленно напоминало человеческое, разрослось до невероятных масштабов. Но, как мы уже узнали по схватке с Кейроном, размер для Ведьмака это не главное. Раздобыв символы для снятия проклятия и сойдясь с Драугом в битве в облике призрака, Белый Волк смог положить конец страданиям, привязанной к этому месту масштабного побоища души. И освободить духи еще тысяч солдат от бесконечных мук и необходимости воевать между собой вновь и вновь. Бесконечно погибать каждый день. Победа над Мыргыфом Вместе с уничтожением могущественных, древних и, казалось бы, неуязвимых противников, Белый Волк не забывал лечить свой склероз. Возвращать себе утерянную после перипетий на острове Яблонь память. Так уж случилось, что, пройдя все испытания, он в конце концов вспомнил и про любимую женщину Йеннифер, и про ребенка предназначения, которого должен защищать. Дитя старшей крови – Цири. Ведьмак нашел того, кто убил короля Фольтеста, и даже поучаствовал в зарождении очередного межгосударственного конфликта. Стал свидетелем политических предтеч Третьей Северной войны. Наконец он перестал совершать подвиги без особой цели, просто выполняя свою работу. Отныне он знал, к чему стремиться. Он должен был найти людей из своего прошлого, найти Йеннифер и найти Цири. Но даже этот путь готовил ему массу испытаний. Например, Геральту пришлось сразиться с настоящим древним ледяным великаном. Монстром, что проснулся после многовековой спячки и разрушил сразу несколько поселений в окрестностях своей пещеры. Он с легкостью перебил тех солдат, что пришли от него избавляться. Великана звали Мэргыф. Его особенности – это крайняя жестокость и огромная физическая мощь. В принципе, достойный противник. Особенно, когда тебе помогает сын Ярла Скеллиге. Ну, как помогает. Эту поддержку, скорее, можно назвать моральной. Но, тем не менее, монстр был повержен, имя Геральта из Ривии произнеслось всеми островами Скеллиге и было записано в аналы истории островного народа. Ведьмак Геральт из Ривии – убийца великанов. Красиво звучит. Убийство Имлериха Но еще более красиво для ушей ведьмака звучит предсмертный хрип поистине жестоких, хитрых и могущественных существ, которые осмелились угрожать его родным. Когда Белый Волк все же нашел свое предназначение – девочку Цири, он столкнулся с огромной проблемой. За ней велась настоящая охота. Дикая охота. Ее искали в разных мирах, она только спасалась бегством. Но, к сожалению, вечно делать этого не могла. Рано или поздно она должна была принять бой. И случилось это в Каэр Морхене, как раз после того, когда Цири нашел Геральт. В этой битве Белому Волку помогали все дорогие ему люди – те, кто согласился прийти на помощь. Но даже лучших фехтовальщиков и чародеев недостаточно против целой армии. Слишком большой разрыв в силах. Когда призраки Дикой Охоты пришли в Каэр Морхен и убили наставника Геральта, Старого Весемира. Когда Цири высвободила свою разрушительную мощь, только чудом спася всех от верной смерти. Тогда началась новая, последняя и самая важная история Геральта из Ривии. Ведьмак отправился на охоту. На охоту не за монстрами, а за высокородными эльфами, что угрожали его самым близким людям. На охоту за теми, кто убил того, кого Геральт считал отцом. Да, даже могущественным призрачным всадником, что огромные армии скачут между мирами, не стоит злить ведьмака Геральта. Месть была быстрой. Для начала Белый Волк пошел за головой Иммлериха, одного из генералов армии Дикой Охоты. Именно он собственноручно свернул шею Весемиру. Белый Волк нашел его на Лысой горе, когда шел шабаш ведьм из кривоуховых топий. И в поединке один на один, уступая по габаритам и военному мастерству, ведьмак все равно одолел генерала Дикой Охоты. Он сжег ему лицо, а потом размозжил череп. Но дальше было только больше. Победа над Дикой Охотой Конечно, впереди ждало еще одно сражение с Дикой Охотой. Но теперь от всадников никто не защищался. Это Геральт искал их. На этот раз Геральт был охотником, а они жертвами. Сначала ведьмак убил Карантира, навигатора и могучего чародея всей армии призрачных всадников. Конечно, Карантира до этого сильно потрепала Цири, но последний удар нанес именно ведьмак. Дело в том, что в более-менее честной битве ни у кого и шансов нет перед разъяренным Белым Волком. Потом же Геральт нашел Короля, предводителя всей армии, Эридина. И вся самоуверенность этого напыщенного воителя эльфа Файонеля улетучилась очень быстро. Хватило точного удара мечом в глаз. Хорошо, что не вилкой и не ложкой, как в случае с Гюнтером Адимом. Но я немного забегаю вперед. Опять же, на честный поединок, хоть с какими-то шансами на победу, против Геральта мог выйти разве что Вильгифортс. Но его имя осталось далеко позади в истории Белого Волка. Эридин же очень быстро потерял свою корону, а вместе с ней и свою голову. С его смертью Цири больше не угрожала невиданной опасности с другого мира. Только живые опасности из Неверленда. Но с ними можно было бороться. Ведьмак, наконец, выполнил свой долг перед предназначением. Убийство принца жабы Но история эта не закончилась. Ха, приключения за приключениями. От этой жизни так просто не отойти. Она преследует героя словно липкая грязь, которая попала на одежду и никак не отстирывается. Очередной виток истории Ведьмака привел его в канализации под Оксенфуртом. Выполняя заказ некоего Ольгерда фон Эверика, Белый Волк встретился с не слишком древним, но зато невероятно противным существом. Чудовищем, с которым не могла совладать даже городская стража. Огромная, раздувшаяся, словно из ужасной сказки, жаба. Но оказалась она не принцессой, а заколдованным принцем, на которого наслали ужасное проклятие, превратив в монстра. Принц не осознавал ничего, только убивал нерадивых путников. В сложном поединке, уворачиваясь от длинного языка и токсичного яда опасной жабы, Ведьмак убил чудище. Но он не догадывался, что это какой-то принц. К сожалению, Ведьмак ни о чем тогда не ведал. Жаль, ведь мог поступить по-другому. Но зато судьба подарила ему очень яркое приключение. Победа над Гюнтером Одимом Когда королевская стража Афира нашла своего принца мертвым, солдаты не стали разбираться с тем, кто был чудовищем и что вообще произошло. Геральта просто схватили и, связав по рукам да ногам, потащили на корабль. Его везли на суд в Афир в корабельном трюме, и вряд ли там ему светило что-то хорошее. Но вдруг из ниоткуда появился загадочный человек, что предложил свою помощь. Он представился именем Гюнтер Одим. Ведьмак даже помнил с ним мимолетную встречу. Торговец с зеркалами или господин зеркало. Он заключил с Геральтом контракт, пообещал помочь ему выбраться из заточения, а в ответ попросил выполнить его поручение. Делать нечего, Геральт был вынужден согласиться. И как только контракт был заключен, корабль тут же попал в шторм. Его выбросило на мель, и к Афиру он уже не поплыл. После того, как Геральт и его пленители добрались до суши, он смог одолеть их при помощи своих навыков. И, как и обещал ему Гюнтер, обрел свободу. Но контракт надо было отрабатывать, и Геральт был обязан Гюнтера слушать. А тот подвел ведьмака буквально под монастырь. То есть обратно к Ольгерду фон Эверику. Белый волк должен был, словно какой-то джинн, выполнить три желания Ольгерда. И, следуя условиям контракта, действительно стал этим заниматься. Принести Ольгерду дом Барсоди. Развлечь брата Ольгерда. Брата, который погиб много лет назад. И достать розу, которую Ольгерд подарил возлюбленной. Тоже множество лет назад. Шикарное задание. И Геральт справился со всеми. Даже по ходу дела выяснил, кто есть кто. Оказалось, Гюнтер Одим это жестокий демон, что торгует человеческими судьбами, заключает с ними контракты и забирает у них самое ценное – душу. Ольгерд заключил с ним договор и, по сути, стал жертвой коварства господина Зеркала. Именно потому с Гюнтером надо было покончить. Но так как тот, по сути, был неуязвимым богом, что мог даже управлять временем, оставался лишь один выход. Гюнтера нужно было обхитрить. Геральт пошел на еще одну сделку. В этот раз на канон поставил свою душу. Все было просто. Нужно было лишь разгадать загадку Гюнтера. Найти его отражение. И нашел он его в воде. Ведьмак сделал это. Победил могучего демона и изгнал его из мира живых. Избавил человечество хотя бы на какое-то время от невероятного зла. Победа над Детлофом Ну и в конце концов, после всех этих удивительных деяний, Белый Волк подошел пока что к последнему своему испытанию. А именно, к противостоянию настоящему высшему вампиру Детлофу Вандер Эретайну. Судьба вернула Белому Волку его друга, вампира Региса. Оказалось, что тот выжил после схватки с Вильгифорцем. И именно при помощи Региса Геральт одолел того самого Детлофа. Но эта длинная и запутанная история началась с заказа княгини Анны Генриетты. Далекое княжество Туссент терроризировало какая-то бестия. И ведьмак должен был разобраться в ситуации и помочь своей старой знакомой. И этой бестией оказался тот самый высший вампир. Вывести его на чистую воду и победить было совсем непросто. Тут намешалось все подряд. И проклятия, и дворцовые интриги, и предвечные существа. Те самые, что за секунду могли истребить всю округу. Но в конце концов, все как всегда свелось к сражению. В той битве Белый Волк в очередной раз одержал верх. А его друг Ригис закончил дело и окончательно убил высшего вампира. Существо, которое убить совсем непросто. Потом же ведьмак наконец остановился. Его удивительная, фантастическая история подошла, как минимум пока что, к своему завершению. Он получил в распоряжение виллу и остался наслаждаться жизнью в теплом сказочном краю рыцарей и принцесс. В конце концов, Геральт ушел на заслуженный отдых, желая лишь одного. Спокойно прожить остаток своих дней в окружении любимых людей. Оставит ли судьба Геральта в покое, кто его знает. Это лишь предмет для спекуляций. Наш же текущий перечень великих подвигов Белого Волка подходит к концу. Если вам понравилось, не забывайте поддерживать видео лайком, комментарием и подпиской. Ну или становитесь спонсорами. Все ссылки, как всегда, в описании. Взамен мы будем упоминать вас в наших видео, предоставим доступ к расписанию канала, закрытому чату и подарим крутой командный мерч. Спасибо патронам Хоть в этот раз не понедельник, как обычно, а вторник. Все же мы не застрахованы от форс-мажоров и в дальнейшем постараемся придерживаться обычного графика. В любом случае, спасибо каждому, кто досмотрел это видео до конца и до скорого.